Но вот того можно ли минимизировать те риски, которые связаны с операцией кесаря в течении. Вообще, тема очень сложная. Мне достаточно сейчас быть с одной стороны просто и с другой легко, потому что после тех докладов, которые уже прозвучали, сказать, что новое будет сложно, и что Ирина Владимировна, Юлия Андреевна и остальные докладчики, это просто было в одно удовольствие слушать. Но что делать с этими дезями с точки зрения, ну, то есть сологии, попробуем рассказать. Очевидно, что их надо кормить грудью, но я пытаюсь вам рассказать, почему это надо делать. Потому что мамам очень сложно бывает это объяснить. Они понимают, что такое грудное молоко, зачем оно особенно нужно, вот эти мучения, все вот эти вот растили. Как сказал главный Аккушер Дейкова, вы меня кесарнете, я пойду. Их же полно таких, и они не понимают, что они делают и почему они это делают. Значит, смотрите, ну, понятно, что частота кесаря в течении во всех странах растет, мы занимаем вот такое срединное положение, где-то 20-25% в среднем в России считают частота кесаря в течении. Все говорят про детей, но вот Юлия Владимировна очень важный вопрос подняла, а мамы-то, что потом испытывают, одно дело, готовиться к родам и говорить, у меня кесарнут, и я пойду домой, и все будет хорошо. Но посмотрите, литература-то много, Юлия Владимировна очень хорошие данные показала. Неумодтворенность опытом родов. Прошло кесаря в сечении, мама поняла, что ж я сама-то не рожала. Она приходит на детскую площадку, все обсуждают, как они мучились, а она говорит, как не мучилась. А Кушерные иголки называют это «святая боль». И она выглядит уже белой вороной, и ей кажется, что-то ей не то сделала, и ребенка не так родила. Это научные данные. Повышенный риск депрессии у предрасположенных мам. Повышенный риск... У них меньше выражено желание иметь больше детей. Они не хотят иметь повторно детей, потому что они чувствуют вот эту вину за собой. У них выше вероятность добровольной стерилизации. После очередных родов они просят, что хватит, не надо. Выше риск у тех мам, которые рожают путем кесаря в сечении. Ну как же, уже доступ есть. Давайте заодно и вот это вот. Дольше устанавливается контакт мать-ребенок. Это абсолютно точно у этих мам. С другой стороны, у пап этих детей лучше устанавливать детьми контакт. Но это лишь потому, что мама лишена возможности вот так хорошо ухаживать за ребенком. На папу вложится дополнительная ответственность. И тогда папа становится лицом для ребенка первым. Но и эти мамы хуже кормят детей в груди. Это абсолютно точно. И вы видели сегодня эти данные. Я их еще раз вам покажу. Мета-анализ проведен на это четкие совесечения значимо снижает. Вообще вероятность того, что ребенок будет кормиться грудью. И даже если ребенка кормят грудью, посмотрите, объем грудного молока, который он получает меньше. В сравнении с детьми, которые были рождены вагинальным путем. То есть детей чаще либо не кормят грудью вообще, либо докармливают детской молочной смесью. С учетом того, что маму разилокис, или на каких-то этапах становления лактаза вовремя не произошло. И это риск номер один для них. Потому что этих детей начинают кормить неправильно. Сегодня говорил Валерий Викторович, Ирина Николаевна бесконечно поднимает эту проблему. В родильных домах, если здесь есть новонатолики, вы не каждый день знаете, какие смеси у вас есть в аптеке. Потому что все зависит от того, что привезли. А что привезли, вы тоже не знаете. А возят все подряд. И поэтому дети могут каждый день получать разные продукты. А для ребенка, рожденного нормальным путем, это риск. А для кесарева еще больше риска. Сегодня тоже об этом говорилось. И это прежде всего аллергия. Потому что если в общей популяции родильного дома вы дали ребенку смесь на основе цельных белков, коров и молока, вы в 5 раз увеличиваете риск развития аллергии. И она стартует позже, а не в родильном доме. Вы этого не увидите. У вас ощущение неумолого получения. Но если мы докормим к такой смесью ребенка, который рожден после кесарево сечения, риск возрастает 12 раз. Кратно. Понимаете, что происходит? Ребенок-то выпишется рано, пойдет дальше на участок. Поэтому к этому он относится очень и очень осторожно. И любой такой он должен расцениваться. Ну, хотя бы с точки зрения риска развития аллергией у этих детей. Но у этих детей очень много рисков. Сегодня об этом говорилось дополнительных. Вот это, по-моему, самое крупное исследование, которое мне удалось найти. Больше 2 миллионов детей посмотрели. Коморта 77-го-2012 год. Высший риск развития бронхиальной астмы, системных заболеваний с винидной тканей, винидной ревматолиальной артерии, поспаление заболеваний кишечника, мультифицитное состояние, некоторые виды рикозов. По сути дела, мы говорим об иммунопосредной патологии. Что-то у детей, рожденных кесаревым сечением, происходит не так. И это предрасполагает к нарушениям в восстановлении иммунного ответа и высоком риске иммунопосредной патологии. Эта коморта детей, рожденных кесаревым сечением, тоже неоднородна. Оно может быть плановым, оно может быть экстренным. И очень хороший пример. Есть работа, я не успел ее поставить, вчера я только нашел, по бронхиальной астме. Если взять детей, рожденных путем кесаревого сечения, то у тех из них, когда кесаревое сечение проводилось до начала родовой деятельности и прицелом плодного пузыря, риск развития астмы будет в 6 раз выше в сравнении с теми, у которых кесаревое сечение проводилось на фоне уже скрытого плодного пузыря и начавшейся родовой деятельности. Факт проведения кесаревого сечения без начавшейся родовой деятельности, Ирина Николаевна совершенно правильно об этом говорила, эта ситуация, по-видимому, более неблагоприятная для ребенка, чем если бы дожидались начала схваток и тогда проводили кесаресечение. Там микробиоты тоже есть, я, к сожалению, не успел найти эту статью, я слушал доклад Эрики Залаури, который говорил о том, что во время схваток, вот мы же знаем, что в плаценте есть микроб, так вот во время схваток, амминиотическую жидкость поступает большее количество микробов, ребенок их захватывает, и таким образом колонизация происходит лучше, чем когда кесаресечение проводится вне начавшейся родовой деятельности. А как многие об этом не думали? Ну вот, а я слышал, я тоже не думал. Но есть же для того и гении, которые этим занимаются, Эрика Залаури, это же вообще великолепно. Если суммируют механизмы, почему кесаресечение так плохо влияет на ребенка, значит, отсутствие родного стресса, я немножечко скажу, с одной стороны, это нарушение активации иммунного ответа прямое, вот это же отсутствие родного стресса может вести к нарушению эпигенетических механизмов. И об этом говорилось, когда речь шла о риске развития сахарного диабета первого типа. Метилирование генов в клетках периферической крови у детей, рожденных кесаресечений, очень похоже на то, что происходит у детей с начавшимся иммунным поражением островкового пара поджелудочной железы. Ну и, безусловно, нарушение колонизации желудочно-кишечного тракта. Это и контакт, который сегодня в кино показывали, это и грудное молоко и все это. Я немножечко об этом вам расскажу, прежде чем рассказать, почему надо кормить вести так или иначе. Что касается родного стресса, говорил об этом сегодня Валерий Викторович, ребенок рождается в глубоком стрессе, понятное дело, это сокращение миометрии, ребенок начинает выдалкивать через родного пути, потом начинает через них проходить, они узкие, деформация костей черепа, пережимается кубовин, ребенок находится в состоянии транзиторной гипоксии, пока он не родится. Дальше он рождается, начинается целая цепь событий, освещение, они что-то говорят, они его трогают, температура совершенно другая, ребенок находится в глубоком стрессе. Он должен делать первосамостоятельный вдох, начало регулярного дыхания, терморегуляция, но все это норма для здорового, доношенного ребенка, у которого родовая деятельность шла хорошо, потому что это предрасполагает к успешной адаптации во внутренней жизни. Это старт, это стресс для него благоприятный, это катахоламины, это запуск всех гормональных осей, это запуск дыхательного центра, сердечной деятельности и в том числе иммунного адреса. Если посмотреть, кто-то измерял этот стресс, измеряет, безусловно. Измеряли уровень гормонов стресса у ребенка, новорожденных сразу после родов, катахоламины, эпинефрин, все это группа гормонов стрессовых. Ребенок, который родился с кесарем сечением, вот они. Вот эпинефрин у ребенка в паре на крае, который родился вагинально, а вот эпинефрин у ребенка, который родился с кесарем сечением до начала родовой деятельности. Кортизол. Вот ребенок, родившийся естественным родовым путем, а вот ребенок, который родился с кесарем. У них нет этих стимулов, и, возможно, это один из моментов тонких, небольших, может быть, не очень очевидных, но которые запускают целый каскад реакций, на которые потом выложатся микробиоты и так далее. Если говорить об этих цифрах, вот эпинефрин, кортизол, другие гормоны. У ребенка новорожденного уровень этих гормонов в крови выше, чем у взрослого в острый период инфаркта миокарда. Он выше, чем у взрослых финнов, которые из горячей савны бросаются в ледяную купель. У них уровень гормонов стресса меньше, чем у ребенка новорожденного, который прошел через родные пути. Но опять же, это норма, если мы говорим о нормальных родах, если все шло хорошо. Поэтому дети, рожденные кесаревым сечением, вот это вот пожалела мама себя. А прежде всего, ей же шанс для себя делать, не для ребенка, то вот это может быть ситуация, которая мешает. Иммунологически видят у детей, рожденных путем кесаревого сечения, особенно если это до начала родовой деятельности, их меньше ликоцитов в крови вообще. Это касается всех популяций лимфоцитов и ликоцитов. У них низкая активность ликоцитов, фагоцитарная в том числе. У них ниже концентрация в пуповинной крови цитокинов, которые являются, по сути, провоспалительной, интерлитин-6, 12, теной фальфа. Но они защитные, потому что ребенок попадает в окружение бактериальное, которого не было внутриутробно, в таком количестве микробов у него не было. И ниже концентрация растворимых рецепторов к интерлитин-2, интерлитин-4. Вот это второй пункт, третий. Возможно, это связано с тем, что колонизируется ребенок неправильно. Не прошел родовой пути мамы, нету этих микробов, нету стимул для иммунной системы. А мы говорим о том, что ребенок внутриутробно, у него преобладает и хелпер-2, чтобы он мог эту беременность выжать маме, чтобы она его не отторгала. А после рождения он должен переключаться на хелпер-1. И вот это как раз цитокин, это хелпер-1. У ребенка, рожденных путем кесаро-сечения, их мало. Поэтому у него не происходит, по-видимому, достаточной стимуляции иммунного ответа при рождении. И, в общем, вот это выключатель, который я долго искал, вот это выключение или переключение у ребенка после кесаро-сечения либо не происходит, либо происходит недостаточно. И отсюда высокий риск развития аллергии. И отсюда, по-видимому, высокий риск развития тех заболеваний от иммунных, которые потом эти дети могут сопровождать. Безусловно, кишечные микробиоты имеют очень большое значение. Мы говорим о кишечных микробиотах, мы должны понимать, что кишечные микробиоты – это системные иммунные ответы. Все эти ося, о которых сегодня не говорились, но о которых мы и говорили в предыдущих семинарах, о которой Николаевны, ось, кишечник, легкие ось, кишечник, мочеводящая система, ось, кишечник, кость – все взаимосвязано, все, что происходит в кишечнике, отражается в системном иммунном ответе ребенка. И от того, какие микробы ребенок получил при рождении, будет зависеть то, как будет происходить и становление его иммунного ответа, по какому направлению – воспаление, либо иммунный баланс. Кишечные микробиоты, ну, чем больше изучается, тем меньше, понимая, как это все работает. На мой взгляд, микробы его управляют нами больше, чем не ими. И мы с Ирией Николаевной говорили об этом, у нас был вебинар, и они жили… То есть мы пришли на Землю позже, через миллиарды лет, потому что только микробы там жили, они позволили нам дожить. А вот сегодня говорила я Николаевна про клепсиелопневмонию, да, в химках у ребенка. Ведь в Соединенных Штатах Америки это был один из первых случаев, когда женщина умерла от остомиелита, вызванного клепсиелопневмонии. А вот у них бактерия была нечувствительна ни к одному из известных антипотребляемых препаратов. Вообще. Панторезистентный штамм. Нету на сегодняшний день антибиотиков, которым бы она была чувствительна. Сначала не было в городе, потом в штате, а потом во всех Соединенных Штатах Америки не было ни одного препарата, которым бы она чувствительна. Мы на грани вот этой вот катастрофы. Но каким-то образом в кишечнике у нас же самые разные микробы. Мы с вами, слава Богу, пока живем и здравствуем. А вот если этот процесс проходит плохо, причем самое плохое, что может случиться, это начальная колонизация неадекватная, тогда начинается проблема. Если говорить, например, про аллергии, то в стерильном кишечнике невозможно формировать толерантности. Просто нет субстата для этого. Эти животные, нотобиодные, никогда не формируют верангленность. Модуляция всего это эффективна только в раннем возрасте. Если мыша там только в раннем возрасте засевает кишечник, только тогда у них формируется способность переносить антигены пищи. Если это делается в возрастном возрасте, все, поезд ушел. Не получается, не формирует. Поэтому вот родильные дома, первые месяцы жизни ребенка настолько важны в плане колонизации. Вообще ребенок на пути формирования кишечных микробиотов проходит вот такую примерно траекторию. Это увеличение разнообразия кишечных микробиотов. Вот он родился, потом разнообразие становится меньше немножечко, потом оно становится больше и больше, достигает того разнообразия, которое есть у мамы, если сравнивать в данном слайде с ним. Но все зависит от того, что началось здесь. Понимаете, как в логике. Если начальные ваши предположения неверны, то все последующие логические рассуждения тоже будут неверны, потому что они базировались на неправильном предположении. Здесь примерно то же самое. Неправильно заселили, и весь этот процесс будет идти хоть неправильно в состав микробиота. Может выровняться, а может и нет. Здесь все очень тонко, здесь все очень зыбко. Эта иммунная система, любые нарушения могут приводить к последствиям через годы, которые проявляются. И если ребенок рожден путем кесарево сечения, уже в полости рта, у него микробиота другая. Вот они дети, которые рождены кесаревым сечением, красные столбики. У них актин бактерий, к которым относится лактобацил, меньше. Бактероидов противовоспалительных, посмотрите, насколько меньше, в сравнении с детьми, которые рождены естественным родным путем. И вот они фермигуты, наши любимые, к которым относятся бифидобактерии. Вот сколько у детей, а вот дети, рождены кесаревым сечением. Зато броды у бактерий, которые особенно не нужны, у детей кесаревым сечением полный род, простите. И гораздо больше, чем у тех детей, которые рождены вагинально. Вот это первый старт. Это полость рта. Но это, безусловно, отражается на кишечном микробиоте. Вы видели сегодня эти слайды? И важно понимать, что если мы посмотрим на наши любимые бифидобактерии, вот они темно-зеленые, шерихи, колеи, светлые, а вот бифидобактерии, вот вагинальные роды. Посмотрите, как быстро они набирают кесаревые бифидобактерии, сколько у них их. А вот кесаревые сечения. Первый день, первая неделя, вторая неделя, где-то к 12 месяцам они сравниваются только с детьми, которые были рождены естественным родовым путем. А весь этот период иммунная система контактирует к шторудрозовой стафилококии и энтеробактерии. И вот они дают старт иммунному ответу ребенка, который рожден кесаревым сечением. Именно поэтому у них начинается возможно целый спектр проблем, но нарушение формирования микробиота это дополнительный фактор отсутствия родового стресса и вот эти вещи. Ну и к тому же надо помнить, что в детском сечении иногда рождаются дети, у которых есть показания для этого беременности, как-то неправильный теклоуман, какие-то предстояния плохие. Поэтому это тоже будет накладывать свой отпечаток. Важно что? Важно то, что иммунная система обладает эффектом памяти. Все, что происходит в первом месяце жизни, может фиксироваться и осуществлять иммунологический импринтинг. Может, когда вакцинируем детей, может, рассчитываем на что? Мы дали этот антиген ребенку в виде ингекции рекапели, иммунная система увидела и не зафиксировала память к нему. Здесь примерно то же самое может происходить. Пришли стафилококки и энтробактерии в кишечник ребенку в большом избыточном количестве, иммунная система их видит, импринтинг может происходить. И направленность иммунного ответа останется вот такой, вроде провоспалить у ребенка на всю оставшуюся жизнь. Поэтому надо помнить об этом и примером. Этим тоже является аллергия к иммунопосредственным заболеваниям. Вообще у детей с аллергией микробиотов плохо выглядит, разнообразие меньше, бифидбактерий мало, и бактероидов мало. Я помню, когда я еще работал, нам говорят, бактероидов должно быть, не должно, и что там назначали какие-то препараты этим детям, что-то пытались привести в норму к этим анализам, на дисбактериоз, которые не существуют. У них все не так у этих детей. И есть работа, которая четко показывает, нарушения состава кишечной микробиоты сначала появляются, а уж потом симптом аллергии. Это предрасполагающий фактор, очень важный, очень мощный. Еще что важно, что эти нарушения потом персистируют. Это достаточно сложный график, я потратил час, чтобы понять, вот так и не понял. Но, чем интенсивнее окраска, либо красная, либо синяя, тем выше различие в ту или иную сторону в плюс или минус между определенными группами бактерий у детей атопиков и неатопиков. Понятно, да? Вот это вот 6 месяцев, вот это 13 месяцев, а вот это 8 лет. То есть все то, что начинается очень рано, вот эти вот выраженные изменения, они прям в 4-6 раз по этим группам бактерий, они сохраняются в 13 месяцев и в 8 лет. И они программируют иммунный ответ ребенка. И это дети, которые сравнивались в 8 лет. Ретроспективно, зависим, что было у них 8 лет аллергии или нет. Уже в 6 месяцев, в 4 месяца у них были изменения в составе кишечной микробиоты, и эти дети значимо отличаются между собой. А дальше это провоцирует риск развития аллергии в более старшем возрасте. И получается ситуация, вроде бы родители здоровые, и она нас собрали, и нету отягощенного. А у ребенка тяжелейший этапический термотит, и вот бронхиальная астма. Кишечный микробиот очень могуще, но в этом плане об этом надо помнить, и особенно в первые 2 месяца жизни до 3 лет происходит. Становление потом уже ничего не изменится. Уже поздно. Как грудное молоко все эти риски минимизируют? Почему я говорю о том, что ребенку после кестра особенно важно кормить грудным молоком? На мой взгляд, это не творение эволюции, это какое-то божественное создание, потому что и иммунокомпетентные клетки готовые, и цитокины этих клеток готовые, и растворимые рецепторы к этим цитокинам готовые, и микро-РНК, которые регулируют активность иммунокомпетентных клеток, там есть, и белок там частично гетеролизован, и микробы к грудному молоку есть, сегодня об этом тоже говорили, и там есть только сахариды грудного молока. Вот эта табличка очень хорошо показывает клеточные компоненты, растворимые компоненты грудного молока и микробиота. Все есть в грудном молоке для того, чтобы помочь ребенку выровнять неблагоприятные события, которые могли произойти, если ребенок рожал с кесарем сечения. Говоря о грудном молоке и его защите, обычно говорят, что если мы будем кормить ребенка грудью, то мы снизим риск развития аллергии на столько-то процентов ожирения, на столько-то процентов и так далее. Это действительно так. А мне попалась и другая работа. Насколько возрастает риск, если ребенка не кормить грудью. И это не кесаре сечение. Острый средний отец на 100%. Риск возрастает в два раза. Но посмотрите, госпитализация по поводу инфекции нижних дыхательных путей на 257%, если не кормить ребенка грудью. Это отдаленные эффекты. Это старт иммунной системы, о котором надо помнить. Это защитный фактор здесь и сейчас. Но это программирование, импринтинг иммунного ответа в нужном ребенку направлении. И это молозиво, это первое прикладывание груди. Ирина Николаевна совершенно правильно говорила. Есть необходимость отключить ребенка. Лучше ничем не кормить эти 3-4 часа, чем дать какую-то смесь неизвестно какую, вызвать сенсибилизацию и дальше целый спектр проблем у ребенка. Поэтому грудное молоко безусловно важно и оно ребенка защищает, оно и помогает. Другое дело, что микробиота молозива после кесарево-сечения, после вагинальных родов тоже отличается. Вот это типы бактерий, их распределение. Ну, здесь мы не будем углубляться, но видно же по картинке, да? Разные совершенно вещи. Непонятно. Это адаптационный фактор после кесарево-сечения. Природа адаптирует таким образом. Либо это случайное совпадение. Сказать очень сложно. Но абсолютно точно, что молозива после кесарево-сечения точно так же нужно ребенку, как грудное молоко или молозива после вагинальных родов. Там есть особенности. Похоже, природа ничего не делает просто так. Мы же с вами знаем, недавно, что родился, а почему-то в грудном молоке трансформирующий фактор роста больше, который нужен для того, чтобы созревать вагинальный барьер. Мы говорим, там белка больше, да, но там монология, насколько мощнее. Может быть и здесь все то же самое. Поэтому обязательно надо давать и молозив после кесарево-сечения при глазах и груди, и кормляем, сколько это возможно. Особенно интересно в этом плане ольгасхариды грудного молока. Мы говорили о них уже, но и здесь они имеют очень большое значение. Потому что для детей, рожденных кесаревым сечением, они играют особую роль. Есть мамы, которые генетически не могут синтезировать 2-фказиллактозу. Ну, не могут. Ген у них не работает, гиперметилируем, все. В их грудном молоке 2-фказиллактозы нет. А другие мамы, которые называются секреторами, у них 2-фказиллактозы есть, обычно ее много. Вы посмотрите, как происходит восстановление микробиота кишечника у детей, которые ждены кесаревым сечением, в зависимости от того, была 2-фказиллактоза в грудном молоке, мама или нет. Самая плохая ситуация. Кесаревое сечение, у мам нет 2-фказиллактозы в грудном молоке. Бифидобактерии вон где. Кесаревое сечение и 2-фказиллактозы в грудном молоке. Ситуация лучше. А вот это вагинальные роды. Есть у мамы 2-фказиллактозы или нет, ситуация все равно благоприятная, потому что роды естественным путем сами по себе предрасполагают ребенка и к оптимальному формированию состава кишечника микробиоты. Лучше, конечно, когда 2-фказиллактозы есть, потому что это еще больше ребенку помогает. Есть другой график. Вот это микробиоты детей, которые рождены кесаревым сечением, а к маму, у которой в грудном молоке нет 2-фказиллактозы. Они горбятся грудью. Но посмотрите, как далеко они отстоят от детей, которые рождены естественным родным путем. Вот они где. А переходные группы – это дети, рожденные кесаревым, мамы которых имели 2-фказиллактозы в грудном молоке. Вот это роль олигосхорида в грудном молоке. Они как разумные субстанции абсолютно точно знают, что они делают. Почему генетически некоторые мамы не имеют 2-фказиллактоз в грудном молоке, пока непонятно. По-видимому, мы сейчас находимся с вами в периоде адаптации, когда вот этот ген, кодирующий отсутствие синтеза 2-фказиллактозы, будет признан революцией, надо надеяться естественному отбору, как неблагоприятной, и мамы все будут синтезировать 2-фказиллактозу в грудном молоке. Но вот видите, бифетобактерии у этих детей меньше всего кесарева и отсутствие 2-фказиллактозы. Госфос не помогает это сделать. Вот эта работа, вы ее знали, 2017 года она. Если детей после кесарево-сечения кормили смесь, у которой были госфос, бифетобактерии не нарастают. Вот вагинальные роды все хорошо, вот обычная смесь, либо просто госфос 8 грамм на литр, но не работают они так, как работают только с хоридом грудного молока. В дальнейшем это тоже имеет значение для ребенка, потому что чем больше в грудном молоке у мамы с хоридом грудного молока, тем ниже риск развития адапии у ребенка в 2 года. Вот о чем я вам говорю, это программирование иммунного ответа, это импринтинг, который начинается очень и очень рано. Кормить в грудь ребенка надо, абсолютно точно, кроме 2 козелокоса, там еще есть много хороших компонентов, я бы показывал. Но не надо прятаться от ситуации, когда ребенка кормить в грудь не получается. Бывает тяжелая ситуация у мамы, бывают разные объективные ситуации, по которым ребенок требует как минимум до корма. Редко нужно ребенка кормить только смесь в родильном доме после кесарево-сечения, но ситуации до корма бывают. И в родильном доме, пожелательный к ребенку, это не ситуация, когда в роддоме нет смеси. Но такого не бывает, потому что на земле живем. А это ситуация, когда вы знаете, какая у вас связь, и вы дифференцированно ее назначаете разным категориям детей, понимая, для какой категории детей какая связь нужна. Вот это называется доброжелательный к ребенку. Кстати говоря, сейчас эту инициативу уже поменяли. ВОС уже говорит о том, что вот этот родильный дом доброжелательный к ребенку, они рекомендуют как-то по-другому уже называть, и как-то инициатива эта переходит на какой-то новой уровень. Но мы сейчас не об этом. Если есть необходимость докормить ребенка с кесарево-сечением, вы должны искать комплексные решения. Правда ведь? Мы обрисовали вам сегодня огромный спектр проблем, с которыми могут эти дети столкнуться в будущей жизни. И я надеюсь, стало понятно, что первые дни и месяцы жизни они являются решающими в этом процессе. Победим мы эти риски, либо мы их можем еще усугубить. Мы позавчера с Ириной Николаевной говорили, мы с Майей Магомедовичем говорили про наши семинары, про наши лекции, говорили о том, что мы больше не показываем эти банки, вот это вот все. Но, понимаете, теорию оставлять без практического выхода тоже не очень правильно. И то, что я вам сейчас скажу о смеси, которую я бы вам рекомендовал пользоваться, это лишь мое мнение. Я вам его демонстрирую. Но я же не могу потом пойти в родильный дом и говорить, вот вы что назначили. Вы сами принимаете решение. Моя задача показать вам, каким образом этих рисков можно избежать, если вам надо ребенка докормить. Комплексное решение сегодняшнейшее такое есть одно. Называется оно Нансупрем. Как вы видели там это. Единственная в мире смесь, в которой есть два фоказинфоркоза и лактоэннотокровоза. Два ольгасхорида грудного молока. Ровно в том виде, в котором они едят грудные молоки. В той же концентрации. Больше таких смесей нет, поэтому, говорю, уникально, единственная в мире. Вот они два ольгасхорида, поэтому мы с вами говорим о гимнитет, улучшение состава кишечной микробиоты, улучшение петербарьевого барьера этих детей. Кроме того, белок здесь частично гидролизован. Об этом уже говорилось. Риск развития геоэтих детей очень высок, поэтому им не надо давать лечебные гидролизаты, но снизить антигенную нагрузку путем назначения белка частично гидролизованным надо. В этой смеси есть частично гидролизован белок оптипро ячей. И сегодня уже поминаем лактопоциллурой 3DSM17938. Она тоже в этой смеси есть. Вот это единственное на сегодняшний день это настолько комплексное решение, которое может помочь детям с кесарем сечения минимизировать риски, которым они подвергаются, потому что они поражаются таким путем. Но я вам подготовил еще кое-что интересное. Почему и это именно так? Ну потому что иммунологии олигосхоридов грудного молока тоже очень интересны. И два вказил олигосхоридов грудного молока знаете, что они делают? Они не убирают воспаление. Это вот неправильная иммунная система, это баланс. Вот что делает олигосхоридов грудного молока. Если добавлять просто в человеческие иммунокомпетентные клетки, они на провоспалительные цитокины практически никак не действуют. Но если в эти клетки добавить липолисхориды отрицательных бактерий, грамм отрицательных, это воспаление мощное. А если вы туда добавите только с хоридом грудного молока, они его не убивают, они его уменьшают. В то же самое время стимулируя противовоспалительный ответ. Это баланс. Вот так работает только с хоридом грудного молока. Это не убийство провоспалительного ответа, защиту надо сохранять. Это ее снижение при одновременном стимулировании компенсаторного противовоспалительного ответа. Вот это делает только с хоридом грудного молока, поэтому ребенку надо давать грудное молоко. И 2-боказиллактоза это делает тоже очень четко, увеличивает концентрацию противовоспалительных цитокинов и снижает концентрацию провоспалительных цитокинов. Вот та самая 2-боказиллактоза, о которой я говорил. Лактопациллоройтери, настоящий наш старый друг, о котором мы говорили с Ириной Николаевной, описано в 62-м году, в 90-м году выделено из грудного молока. И то, что сейчас вы выделяете 15% случаев, только мы с Ириной Николаевной говорили, это наша с вами эволюционная катастрофа, мы лишаемся тех старых друзей, с которыми мы вместе эволюционировали. И это тоже может являться одной из причин того, почему мы видим сегодня такой рост числа аутоиммунных заболеваний, хронических и неинфекционных заболеваний. Она эволюционировала с нами на протяжении миллионов лет, ну с нами это тысячи лет, а животным миллионы лет. Выделяет здесь многие биологические среды организма человека не только из грудного молока, из грудного молока здоровых женщин в том числе, и это один на сегодняшний день из самых изученных пробиотических штаммов. И это касается не только младенческих кишечных полик, это касается и иммунологий в том числе. Вот эта работа 20-го года, вот она лактопациллоройтери, описывает ее так. Это пробиотик, который в кишечнике стоит на страже иммунной толерантности, который снижает активность воспаления и не дает ему быть избыточным в условиях, когда колонизация проходит не очень хорошо. Вот это очень мощный пробиотик в этом направлении, это иммунология, это улучшение состава кишечной микробиоты, и это лучшее, что на сегодняшний день можно представить для профилактики или коррекции младенческих кишечных полик. Это очень сложные механизмы, связанные с активацией Т-регуляторных клеток, интерликидов 10-трансформирующих факторов роста бета, но в общем и целом это здоровая иммунология желудочно-кишечного тракта. Для ребенка, рожденного путем кесаря сечения, вы понимаете, это очень и очень важно, поэтому в этой смеси лактопациллоройтери есть. Это не только лабораторные исследования, вот они работают Франческо Завино, который тоже приезжал к Ирине Николаевне на кафедру, по-моему, не один раз приезжал, он выступал у нас на конгрессе педиатров. Дети с младенческими кишечными поликами, это по сути свои воспалительные состояния кишечника, но если этим детям назначали лактопациллоройтери, то количество террегуляторных клеток, которые снижают активность воспаления, у них возрастает. А дети, которые от полик мучаются и дают плацебо, количество террегуляторных клеток расходуется и воспаление персистирует. То есть и у живых детей это показано, кстати говоря, Лена Санна Корниенко тоже этот эффект показан, и она тоже продемонстрировала это независимо от Франческо Савино. Еще раз про Нан Супрэм, просто чтобы суммировать. Есть у этих детей проблемы с восстановлением кишечной микробиоты, есть высокий риск иммунопосредной патологии, и для этого мы можем использовать наличие в смесь Нан Супрэм лактопациллоройтера 17-938. Вот эти два риска закроются. Я не говорю, что прям этот ребенок со здоровьем кими проблем не будет, но риск будет меньше. Есть еще два риска, аллергия и высокий риск развития ожирения. У этих детей вы тоже работаете, есть. Здесь надо дать белок хороший, частичный катаризор, чтобы его не было очень много. Вот Супрэм 12-7 грамм на литр, частичный катаризор и 100% сыворочный белок. Помогают ольгосахариды грудного молока. Там есть и два фукасе лактозы, и лактедная нота травозы, они закрывают вот эти три группы риска. И сегодня утром я нашел статью, что оказывается, начатые работы, которые показывают, что стабильное состояние ольгосахаридов грудного молока на протяжении первого месяца жизни, стабильная концентрация, может приводить к снижению риска развития ожирения в более старшем возрасте. Не доказано, первая работа есть, поэтому закрасил вот так вот очень аккуратненько. Так что вот если кормить этих детей, вообще в одной молодом кормить проще всего, это легче всего, чем покупать эти смеси, выбирать эти смеси. Но если этой возможности нет, вот с этими детьми надо быть очень осторожными. Потому что вот те риски, которые вам сегодня описаны, они ведь очень серьезные. Речь идет о хронических заболеваниях, которые извещать невозможно. Все, что нужно сделать, либо кормить, ну, во-первых, вам объясняют, что надо кесаридские 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 кесаридские. А во-вторых, надо кормить. В итоге это кесаридское сечение без медицинских показаний, это мода, которая несет в себе многочисленные риски, как для мамы, так и для ребенка. По-видимому, маму, у Ширики и Боги, может быть, не очень много об этом говорят, но может быть, стоит сказать, что маме, что у вас высокий риск после родного психоза, вы будете кормить квартиру, маме. У вас будет после родовая депрессия. Но это, может быть, работает лучше, чем для ребенка, они же не для ребенка делают кесаросечения, по желанию. Необходимо разъяснять риски беременным женщинам. Грудное вскармливание после операции кесаросечения – это лучшая профилактика тех возможных проблем, которые ребенка могут постерегать годы спустя. Это очень серьезно. Но если грудного молока нет, и вам надо временно докормить ребенка, то вы должны выбирать смесь, которая подает комплексным решением вот этих возможных рисков. Это и снижение риска развития аллергии, и улучшение состава кишечных микробиотов, и становление полноценного дыхватного иммунного ответа. Почему я не сказал, что в Министерстве Украины эти вещи решены очень и очень грамотно, и научно обоснованно.